добрый день конфликт на украине антисемитизм евреи любят говорить об антисемитизме надо сказать что 20 век 19 18 тоже они были богаты проявлениями иудофобия сама все слова антисемитизм требует исправления вообще слово это появилось 19 веке имеет сомнительные корни ну ладно мы не будем сейчас заниматься этимологиям такой анекдот старый был как попросили у кого там у немца у француза у русского и у еврея написать книгу о слонах немец принес такой вот том названием введение в слоновиде француз принес не что такое прекрасной обложке с приятным запахом называлась эта книга слоны и любовь русский принес книгу в красном переплете с гордым названием россия родина слонов еврей принес скромный томик там было написано слоны еврейский вопрос так вот конфликт на украине еврейский вопрос у нас сегодня на повестке дня мы наблюдаем интереснейший феномен между украиной россии идет военный конфликт не первый месяц уже скоро 15 месяцев мы не наблюдаем ни на украине не в россии никаких вспышек антисемитизма что на самом деле не само собой разумеется вовсе ведь если мы с вами возьмем российскую современную верхушку вовлеченную военный конфликт мы там обнаружим с вами таких людей как ковальчук как пригожин как суровикин как владимир соловьев и можно продолжить список ну я не проверял кстати насколько еврейские корни пригожина или суровикина не так сказать аллахические то есть считаем ли мы их евреем или нету так или даче какие-то корни там присутствует что-то там такое обнаруживается главное что для широкой публики этого достаточно как трудно объяснить кому-то в россии например что борис абрамович березовский для нас евреем не считался и не потому что он как-то там преселся непонятно как ну как-то он крестился а потому что его бабушка по-моему на линии была не еврейка и мы не можем его считать аллахическим евреем но это не имеет отношение к нашей нынешней беседе поскольку тот же березовский ну что бы мы ни говорили но он воспринимался как персонаж достаточно близкий к нашему еврейскому этносу на украине президент зеленский резников кличко и опять же не знаю кто из них то есть зеленский то точно да остальные честно не проверял не интересовался насколько они являются евреями в какой-то полноте но надо сказать сразу что все эти люди которых мы с вами сейчас перечислили и там и там они могли быть причиной несомненно антисемитского взрыва с той или иной стороны как внутри каждой страны по мере недовольства конфликта так и недовольство тем что глядя на тех кто участвует наверху активно в войне еврейское присутствие она очевидно это не происки не вымыслы не вымысл то есть понятно что когда гиркину какому стрелкову мерещится евреи везде что даже когда он берет еврея такого как соловьев условия фамилия по отцу соловьев владимир который рудольфович не сергеевича рудольф так вот его папа соловьев мама шапира о чем он сам неоднократно говорил многократно говорил тем не менее он всегда называют вот эти люди с антисемитским душком он называет сюда соловьев шапиру то есть обязательно почему как будто он скрывал это кстати когда-то что очень глупо с их стороны и особенно смешно когда это делают такие люди как максим калашников его настоящая фамилия кучеренко наполовину украинцы наполовину азербайджанец кажется или стрелков гиркин который стрелков на самом деле гиркин я не знаю наверно русский не оспариваю его этнические корни но тем не менее это все вот выглядит очень смехотворно и комично и не серьезно и она не встречает поддержки масс то есть почему нет нет серьезную волны антисемитизма вот почему господь бог так это все повернул что конфликт который должен был казалось то есть по правде говоря конечно вы должны сразу отметить что все эти люди которых мы перечислили будь то зеленский ковальчук другие их связь с евреистом она только указывает на какие-то корни в прошлом это не те люди которые есть какое-то еврейское самосознание ну что имею ввиду это не те люди которые знают еврейский язык еврейские традиции как-то причастны к этому живут то есть между этими людьми нет ничего общего на самом деле кроме как смешно одного это их обрушение русской культуры славянской культуры русской культуры кто-то из них крестился кто-то из них нет они все являются абсолютно продуктом общей русской славянской культуры кстати как и у русских и украинцев тоже общее между ними это общее славянское культурное пространство общая славянская цивилизация и евреи с той стороны евреи с той стороны их общность она через русскую культуру они через еврейского они не говорят ни на идише не на иврите ничего нету в них того что могло бы указывать на какую-то общность израиль для них тоже подавляющим большинстве случаев страна чужая эти не все такие вот я не такой например я и живу в израиле и для меня главный язык жизни сегодня это иврит и я из то что исповедую изучаю чем живу она безусловно имеет еврейский корни если определять как-то меня то конечно надо было бы определить через это прежде всего что там моего стремление там отчаяние там мои грубым словом скажу интересы какие-то душевный духовный интерес у этих людей не так совсем поэтому в общем то этим можно тоже было бы частично объяснить но но нет то что обычно 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 а юдафоба они придумывали что раз там у кого-то бабушка еврейка или дедушка или целиком еще тем более и там то значит у них есть что-то общее значит действует чем-то сообща и действует в данной ситуации кстати про по правде можно бы сказать и те и те они как-то причастны к продолжению войны что не является радостным приветственным никоим образом то есть мы с вами если их естественно все как один кто с нами сейчас желают прекращение военных действий прекращение кровопролития мира между россия украины в той или иной форме как они договорятся в рамках каких они хотят границ но чтобы и те и другие люди с которыми нас связывает что-то в моем случае больше прошлое но у других и какое-то еще сопричастие в настоящее время тоже конечно хотелось бы чтобы эти люди были благополучие в мире и нашли путь к прекращению военных действий но феномен интересный феномен важный сам феномен господь указывает нам на то что эра так сказать юдафобия антисеминизм она идет концу мы не можем говорить о полном исчезновении когда в организации объединенных наций государство голосует против израиля по тем вопросам которые но казалось бы но никак не должны были быть предметом осуждения то есть число резолюции оон против израиля но умопомрачительное ни одна кровавая диктатура не удостоилась того числа осуждений которого удостоились мы не это конечно же проявление фобии к израилю болезненный основащийся на лжи а здесь мы с вами видим что россия украина находится в состоянии военного конфликта и нету никакого взрыва нету попытки серьезная разыгрывать эту лживую карту но тем не менее который в прошлом да еще как работал что не было кровавых наветов не было облыгов клеветы здесь мы не видим этого это очень нетипично для европейских такого рода взрывов противодействия в прошлом евреи очень часто были жертвы чего только и не были жертвы вспомните 100 лет назад вы когда на территории тогдашнего только что ссср еще даже не ссср того что там был шла гражданская война более 100 тысяч до 200 тысяч евреев погибли от рук кошмарных совершенно юдофобов высота кстати было на территории украины также давайте вспомним но не только не только в основном было с той стороны не с этой стороны хотя и с этой историю все было по-разному так скажем мы не занимаемся сейчас историю гражданской войны просто отмечаем что сто лет назад до был взрыв юдофобии сегодня пришли люди к тому пониманию что это несправедливо ибо действительно люди вовлеченные сегодня с еврейскими корнями они не отстаивают никаких еврейских интересов никаких еврейских чайни ну может быть кто-то и понял но здесь же важно не только субъективно как люди и по каким близким к их пониманию причинам они успокоились здесь важно общая картина и общая картина она ведет нас к тому что вот этот вот привычный для нас антисемитизм приличные привычные виды преследований которые были просто по беспричинной ненависти иногда из-за того что наши дети ходили с книгами это вызывало ненависть из-за того что придерживались той религии которая на мировой арене одерживала победу сперва тем что она выжила около двух тысяч лет в россии не в изгнании а потом еще произвела такое вселенское событие как исполнение библейских пророчеств возвращение израиля на свою землю да это вызывало это вызывает сейчас еще негодование у тех кто живет старым но это качественно переносится уже в другую сферу то есть спор между нами и савом может быть европейский мир христианский мир как угодно мы зовем вот этот вот болезненный спор он не завершён еще до конца но уже подходит концу и с той стороны мы не видим попытки серьезные выдумывать новые кровавые наветы да конечно есть по отношению к израилю это все там подавление палестинцев то что было помните сабра и шатила еще в свое время арабы христиане убивали арабов мусульман так называемых палестинцев там обвинили изра были конечно такие вспышки но вот пример сейчас украина россия указывает на том что сама по себе это явление она и она идет на спад и она указывает на нечто куда больше чем сама это явление задумаемся над этим